Наша с вами сегодняшняя тема из ряд хадисов, они один за другим. Они между собой пересекаются, это определенная тематическая подборка, как некое вступление. Почему эту тему, тоже о ней я вспомнил. Общаясь с людьми, получая какие-то вопросы, истории от людей, где они просят совета. Конечно же, к сожалению, люди, либо относящиеся к мусульманской культуре, просто формально-этнические, либо уже религиозно практикующие, но, по сути дела, в реалии жизни именно по факту, может быть, их отличает какой-то внешний вид или что-то в религиозной практике, но, по факту, в семейных взаимоотношениях, в бизнес-отношениях, в дружеских отношениях. В значительной степени это те же самые люди, которые были и до этого. То есть что до религиозной практики, что после. Но иногда некоторые вещи просто трансформируются. Например, если ранее человек свободно мог ругаться, орать, кричать, материться, оскорблять кого-то другого. То есть он так привык, он в таком стиле жил, потом стал религиозно практикующим, и у него это все трансформируется, но уже такое религиозное становится. То есть он начинает что делать при первой же возможности? Как вы думаете, когда это все в религиозный фактор переходит такое? Нет. Я говорю про вот та его привычка оскорблять, унижать, ругаться, орать, материться. Она во что трансформируется? Ну да, например, обзывать кого-то кефиром или мунафиком, проклинать кого-то. То есть постоянно клясться через слово Всевышнего. Слова чуть другие появляются. Но на самом деле, в общем-то, ничего особо и не поменялось. Просто вот этот набор слов изменился, а то, что как человек был невоспитан, груб, как он был, какие-то чувства постоянной ненависти или неприязни к кому-то, он это проявлял, если матерными словами, то здесь он начинает уже проявлять какими-то проклятиями, к примеру, и какими-то клятвами или еще что-то. И хотя на самом деле, с точки зрения ислама, конечно, это такой процесс проклятия – это очень плохое, плохое поведение и вообще даже не просто плохое, а отвратительное. Безусловно, они находят для себя оправдание и на то, и на другое, и на третье. Где-то можно вырвать из контекста какие-то фрагменты, из сиры. Но, на самом деле, это просто оправдание своей невоспитанности, своей грубости, своего такого животного подхода к жизни и вообще к решению проблем. Потому что человек верующий, он, да, если так упрощенно отличается нравственными качествами, но в то же время вот эти хадисы, они как раз дают понять, что человек верующий, у него есть серьезные отличия от безбожного человека именно в том, какова его речь вообще. Во-первых, такой хадис достоверный, приводится в своде хадиса имама аль-Бухари и муслима . То есть пророк сказал, проклятие верующего, то есть проклятие, высказанное в адрес верующего человека подобно его убийству. Представляете? Сам хадис достоверный, он, короче, как бы такой фрагмент. Этот фрагмент, как раз, в одном из достоверных хадисов, но он идет отдельным фрагментом. То есть проклятие верующего человека, но, опять же, здесь по-русски будет проклятие в квадратных, адресованное к верующему человеку, направленное к верующему. То есть когда человека верующего проклинает кто-то другой, то подобно, как ты его убил. И вот здесь . То есть для человека верующего, для мусульманина, в данном случае показывается величина греховности проклятия. То есть это недопустимо. . То есть и тот грех раскрывается дальше, тот грех, который человек получит за то, что высказал проклятие в адрес другого, вот этот грех, который он получит всего лишь за вот эти слова проклятия, они приравниваются, эти слова, да. Вот этот грех приравнивается к тому греху, который человек получает, заслуживает за убийство этого человека. То есть, по сути дела , в Коране говорится. То есть убийство одного человека, просто нафс, просто человека, неважно, какая он там, национальность или расповедание. Убийство одного человека приравнивается к убийству всего человечества. Это в Коране сказано. А вот здесь как раз в хадисе сказано, если ты другого человека проклинаешь, то по греху, подобно, как ты его убиваешь, то есть грех за убийство и за проклятие. В данном хадисе как раз между ними ставится знак равенства. То есть это очень плохо. Не знаю, почему люди, даже я эту подборку хадисов когда просматривал, анализирую, мне кажется, что, или, может, я не сталкивался в арабском языке, особо вот прямо-таки проклятия. Ну, может, какие-то совсем невоспитанные где-то на улице, с кем я не сталкивался. Но мне кажется, все-таки там это не распространено. А вот постсоветское пространство, русскоговорящее пространство, я периодически слышу истории о том, что родители проклинают своих детей. Просто даже где-то в разговоре, где-то периодически, где-то постоянно. То есть в порыве гнева. Очень нездоровая, конечно, ситуация. И таких историй, я не знаю, за последние 22 года, как-то много накапливается и думаешь, странно. И причем люди говорят, вот моя мама, ей уже 70, или сколько, она в хачу столько-то раз ездила, намаз читает пять раз в день. Все. Но при этом, когда у нее плохое настроение, что-то не так сделали, все, начинает проклинать. Пока что получается, что на постсоветском пространстве вот этот важный хадис, здесь несколько хадисов, это важный элемент культуры, культуры речи верующего человека. Он, то есть, очень недоразвит, очень слаб. То есть, по сути дела, эти слова нельзя применять. Но это как у нас проблема, что люди, поссорившись в семье, муж сразу начинает проговаривать талак, да, развод. Это, ну, как-то странно. Но мне тоже кажется, в арабской и турецкой культурах этого нет. А у нас на постсоветском пространстве постоянно подходят люди, которые говорят, вот я там в порыве гнева или в состоянии опьянения проговорил развод и так далее. Вот что делать? То есть, думаешь, а при чем тут слова развода? Это когда вы между собой не можете о чем-то договориться или какой-то гнев проявляется, при чем здесь это? Здесь то же самое, отношения родителей и дети. При чем тут проклятие? То есть, это очень пагубно, это недозволительно, да, это с точки зрения греха, это подобно, как ты убиваешь человека. То есть, это громадный грех. И при этом люди очень легко раскидываются проклятиями. Почему? Странно. И при этом эта же мать может сказать своему ребенку, вот когда людей слушаю, она же может упрекать, попрекать, что вот там одна тебя там воспитала, еще что-то и так далее, там сложности были, ты мне по жизни должен, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Если какой-то, в том числе говоря о том, что вот рай находится под ногами матерей, а часто истории бывает, что вот ты почему там свою жену слушаешь или еще что-то, а вот рай находится под ногами матерей, если что-то ей не нравится, она начинает проклинать. Это получается какая-то просто стервозная тетя, которая вообще не понимает, что такое Ислам и как – должна вести себя мать, да, то есть пример для своих детей, пример для своих внуков. Как она может там постоянно подчеркивать, то есть, куда в аят их и в хадисах говорится об уважении к родителям. Но это же не говорит о том, что родители вдруг стали богами, которым нужно поклоняться. Если рай под ногами матерей, это же не дает право матери проклинать своего ребенка. Не дает право, это уже ее конкретное действие, которое с точки зрения греха на уровне убийства своего собственного ребенка. Разве это допустимо? Нет. То есть получается, что просто такая стервозная тетя, да, может быть, у нее там ребенок, может, два или сколько там детей. Не важно. Но вот это вот абсолютно не мусульманское поведение, очень высокогреховное поведение, когда один проклинает другого, а тем более родитель проклинает своего родного ребенка. То есть это категорически недопустимо и на этот счет много хадисов. Даже в одном из достоверных хадисов, мы с вами не расценировали, пророк проговаривает, что никаким образом не проклинайте свое имущество, своих детей, самих себя, то есть не проклинать. Это нельзя делать. Почему люди это делают, я как-то, не знаю. То есть они по незнанию это делают, по неграмотности. Просто в порыве гнева. Один в порыве гнева проговаривает талак абсолютно неуместно. Причем тут это? Другой в порыве гнева начинает использовать привилегированное свое положение матери или отца и проклинать своего ребенка. Это абсолютно неуместно. Абсолютно неуместно. Нужно воспитывать, но не проклинать. Быть живым примером благородства, набожности, а не заставлять. Этот хадис короткий, но он . То есть один просто проговорил проклятие в адрес другого по степени греха, подобно как он его убил. Ну, опять же, в Коране вы знаете, что тот, кто преднамеренно убьет другого человека, то навечно оказывается в аду. То есть степень греха очень высокая. Просто нужно, если человек на самом деле стал религиозно-практикующим, то он должен для себя понять, что слова проклятия, неважно на каком языке, на таком, насеком, на пятом, их в речи верующего человека, мусульманина и мусульманки, просто не должно быть никогда. Они абсолютно, они не могут никакого места занимать, и нет им абсолютно оправдания словам проклятия. Нет никакого оправдания. Какой бы человек, тем более близкий, знакомый, тем более родственник, какой бы он поступок не совершил, проклятие просто озвучивать нельзя. Это просто громадный грех. Это отдельно уже злодеяние и грех.